Ребята, здравствуйте! С вами Алексей, и добро пожаловать на моё новое видео по игре American Truck Simulator, друзья! Сегодня мы с вами поедем в Канаду! Да, наконец-таки стала доступна модификация от Promotso, которая так и называется Канада, и она добавляет пока что очень и очень маленькую часть Канады, но тем не менее, согласитесь, это круто! То есть сейчас, подключив, соответственно, этот замечательный мод, мы с вами из Вашингтона, из штата Вашингтон, можем поехать дальше, на север, и что-то мне подсказывает, что разработчики Promotso на этом не остановятся, и они пойдут дальше, дальше, дальше и дальше. Ух! Прям очень это всё, ребята, интересно, как эта карта выглядит, давайте я вам её покажу. В общем-то, в принципе, вот всё, что она из себя представляет. Ну, естественно, здесь заготовочка есть и дальше, то, что они вполне себе, вероятно, возможно, пойдут уже присутствуют. Здесь у нас Ванкувер. Вообще, давайте сосчитаем, сколько у нас городов. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вполне возможно, где-то ещё какой-то маленький городишко я пропустил, либо просто его на карте не видно. Сегодня, ребят, с вами первый рейс, мы проедем в мультиплеере. Да, она ещё и поддерживается в мультиплеере, то есть это просто вообще взрыв реальный какой-то в последнее время в АТСе происходит. И каскаде, и тюнинг в салон, и ещё и, блин, промоции, ещё и в мультиплеере. Короче, ребятки, поедем мы с вами 206 миль. Ну и зато посмотрим, насколько как бы вообще в целом это большое расстояние, устанем, не устанем, посмотрим, насколько у нас ещё видео в целом затянется. Поедем мы с вами из города Беллингем. Это самый практически северный город в штате Вашингтон. И поедем мы с вами вот сюда, на лесопилку, в город Принц. Это, наверное, правильно прочитал, не знаю. Короче, поехали, хватит болтать. Запускаем нашу замечательную каскадию. В общем-то, в принципе, подсобрал я практически точную копию того, что есть у меня в рубрике дальнобой по США с нуля. Единственное, может быть, здесь труба, наверное, немножко лишняя, но чуть-чуть попозже я её уберу. По салону, что я потюнячил, я сюда поставил шляпу, я подвесил вот такие вот сюда интересные аксессуары. Опять же, всё это делалось через прописку, они болтаются раздельно. Это ароматизатор. American Truck Simulator, который шёл когда-то там в коллекционных изданиях самых первых. Хвойный запах у него такой очень химический. Противозный, на самом деле, ну, выглядит прикольно. Наградка за ивент Cruising Colorado. Дальше у меня вот там и булочка стоит, я разулся. Огнетушитель заставили меня, соответственно, купить. И вот я всё здесь заклеил, просто всё, что можно, наклейками. В общем, друзья, запускаемся. Машинка у нас прям новая, новая, новая. Повезём мы с вами, как вы уже, наверное, увидели, два форклифта на вот таком интересном тралле. Очень сложно найти грузы вообще, в целом, на такой тип прицепа именно здесь, в Вашингтоне. Но у меня хороший логист и, в принципе, всё нормально получилось. Итак, в общем-то, рация у нас здесь. 15 канал. Не знаю, сидят ли наши ребята здесь в 15 канале или нет, но я думаю, что всё будет у нас хорошо. Всё, ребятки, потихонечку выезжаем. Detroit дизель мотора у меня стоит. 455 лошадиных сил. 12-ступенчатая коробка передач. Так, там у нас под зелёный едет машина. Не будем мы его пугать лишний раз. Пусть потихонечку он поворачивает. Ну, человек с головой, смотри, повернул сразу в крайнюю правую, точнее, в крайнюю левую полосу, чтобы я, если что, как бы типа мог вылезти, но нет. Я очень широкий и длинный, вдобавок ко всему прочему. Поэтому я, наверное, займу левую лучше полосу. И потихонечку, ребятки, будем мы с вами отправляться в Канаду. Интересно посмотреть, как пограничные переходы вообще здесь реализованы. Но так, посмотрев ролики, в принципе, я не особо, так бы сказать, что прям вау, Канада. Перешёл через мост и всё, и ты в Канаде. То есть всё максимально просто. Главное просто иметь паспорт и всё. Как бы ничего, в принципе, такого сверхъестественного здесь нет. Итак, направо поворачиваем под красный свет, потому что никто с левой стороны у нас не поедет. Так как дорога там закрыта у нас маркерами, как вы видели. Поэтому, как бы, в принципе, особо мы над этим не заморачиваемся. Мне интересно посмотреть на уровень детализации. Потому что по скриншотам, честно признаться, я что-то немножечко разочаровался, откровенно признаться. Потому что, ну, прям совсем-совсем-совсем всё было какое-то уже старенькое, что ли. Я не знаю, вот как это ещё можно объяснить. Как будто бы реально это всё было старенькое. Это, кстати, человек молодец. Он понял то, что я, возможно, не влезу. И я действительно не влез по габаритам, по длине. Он остановился заранее. То есть он понимает то, что у меня хвост длинный. И, возможно, я его задену. Красавчик, молодец. И да, мне казалось то, что как будто бы, блин, всё, ну, действие происходит где-то в Калифорнии, в Неваде. Ну, вот оттуда все эти префабы взятые. Короче, сейчас посмотрим. Вот прям реально самый-самый первый рейс. Решила так по-боевому сразу в мультиплеере записаться. Как вот только-только всё вот это релизнулось. Как всё только это вышло. Поэтому посмотрим, как это всё дело у нас, ребятки, будет работать. Так. Ну, ребята с Канады прям валят нормально. Плюс ко всему, мод ещё здесь стоит. Раннее или... Нет, это поздняя уже осень. Ранняя зима такая, так-так-так-так называемая, типа, здесь. Да, снега вроде бы как нет, но в то же время все деревья уже... Практически все деревья у нас уже голые. Без листвые, ну, вот хвойные, естественно, только будут нормально. О, попёр сразу нормально. Вообще по барабану. Его главное обогнать, сука, и потом перед поворотом тормозить. Ха-ха-ха. Как будто бы я никуда из Европы и не уезжал, друзья, реально. Так, мы уходим налево. Аккуратненько. Отлично. Так, здесь нам надо будет с вами повёрнуть направо. Можно, конечно, здесь читерить через заправку, но делать этого мы не будем, конечно же. Мало ли вдруг что не так. Так, через встречку заходим, так как слишком длинная. Аккуратненько. Всё. Отлично, я думаю, можно даже уже ближний включить полноценно. Потому что неизвестно, что там нас дальше ждёт. Как-то вообще в целом дальше будет дорога. Ну и темнеет уже, к сожалению. Как бы, да, время час дня. О, погода такая. Пасмурная. Как будто что-то сейчас здесь будет прям такое. Так, здесь мы делаем правый поворот, опять же, через стоп. В принципе, можем проезжать, не останавливаясь, потому что всё это закрыто здесь. На маркерах всё. Поэтому, как бы, проблем не вижу в том, чтобы просто взять и проехать. Отлично. Ещё один железнодорожный переезд. Аккуратненько его проходим. Отлично. Встреча ещё одна, очевидно, каскадия идёт. Жёлтого цвета. Прямо как на стриме была у разработчиков, каскадия тоже жёлтого цвета. Так, ну и подъезжаем мы к границе. Город Сумас. Здесь, я думаю, нам стоит занять всё-таки прямо... О, правый ряд, точнее. Канада кастомс прямо. И следующий поворот направо. Вот, интересный городишко. Прямо Европа-Европа, я бы здесь сказал. Такой европейский реально стиль. Так, здесь уже у нас не глухие повороты. Поэтому всё-таки, как бы, следует здесь посмотреть, что у нас слева, что у нас прямо. Аккуратненько поворачиваем. Мы длинные, поэтому через встречку, чтобы ничего не задеть. Отлично. Прошли. Замечательно. Сзади человек у нас там тоже едет на чём-то длинном, очевидно. Так, здесь налево. Гора классная впереди. Замечательно. Отлично. Так, это тот парень, который несся сломя голову. Теперь он решил остановиться здесь. Ну, по всей видимости, он приехал домой. Наверное, он торопился домой, я не знаю. Так, здесь у нас один переход пограничный. Ну, судя по всему, давайте даже мы, наверное, роут-адвизор врубим. Судя по всему, наверное, здесь просто перенесли вот эту историю из Евротрака. Модом как-то, возможно, это сюда всё дело закинули. Поэтому вполне возможно всё это сделано так. Да, проверка документов. Перетащили мод сюда из ЕТСа. Потому что, по-моему, в Американ-траке такого нет. То есть, куда бы я ни ехал, мы, в принципе, всегда можем проезжать без каких-либо проблем. Нигде никакая документация у нас никогда не проверялась. Насколько я помню. А, нет, два проезда. Мне показалось, что это с той стороны проезд. Прошёл. Ну, ладно. Мне даже так спокойнее. Потому что никто сзади меня там не тыркается, не мыркается. Я уже спокойненько еду. И, зная то, что я один, мне по кайфу здесь находиться. Бритиш Колумбия. Добро пожаловать. Тоже рады вас видеть. Куча построек каких-то производственных здесь. Дома, кстати. А мы в Канаде уже, что ли? Ребят, ну, здрасте, что ли. Давайте хоть посигналим, я не знаю. А, у меня гудок не работает, я понял. Городской только у меня работает. С пневмосигналом, видимо, что-то у меня не то. Ну, новая машина, новый фрейдлайнер. Хе-хей, корни Мерседеса. Нормально. Но ничего страшного. Как бы, в принципе, вполне возможно, просто блок срабатывает здесь. Поэтому, как бы, нормальная история. Не будем особо на этом зацикливать своё внимание. Так, здесь уходим направо. Вот тут у нас могут возникнуть проблемки. Опс, аккуратно заломаемся вот так. И потом вот так вот завеляем и вытащим. Отлично. Да, там прям надо реально заходить с левой полосы. Здесь ограничения в километрах уже идут, как я вижу на знаках. 100 километров в час у нас ограничения. Ну-ка, на каскаде у нас, по-моему, там дублируется, кстати, как раз-таки. Неплохо. На каскаде и дублируется. Такс, выходим на фривэйчару. Отлично. Да, 100 километров в час, реально. Ну и пилим. Нам остаётся ехать до конечной точки. 155 миль. Ну, примерно, короче, полтинник мы с вами прошли по американской территории. Грубо говоря, да. И уже заехали в Канаду. И сейчас чисто по Канаде будем наваливать. Сотку мы можем ехать. То есть, это 80 миль, что ли, получается. Ну, 70, наверное, будет где-то ехать. Я думаю, это, в принципе, будет нормальная скорость, учитывая этот факт, что мы, типа, по фривэйру, как бы, типа, валим. Привет, привет, да. Давайте 70 поставим. Страшновато, как бы, немножко, конечно. Ну, ладно. Так, ну и будем любоваться просторами. Пока что всё зелено, всё прям очень красиво. Ёлочки такие кругом. Пошли перевалы. Пока гранка сотка. Ну, в горку душимся ещё, конечно, очень сильно. Интересно, стояночки какие-нибудь, отстойники есть. Вы знаете, вот так смотрю я на эти фотки в памяти своей. Вспоминаю, прокручиваю их и смотрю на то, что я вижу сейчас. Блин, да я ошибался, походу. Оно не выглядит старым, прям уж таким. Я не скажу, что это из прям вот колорадовских всё сделано, префабов, текстур и прочего-прочего. Но это всё очень сильно похоже где-то примерно на Вашингтон, Орегон. Вот, скорее всего, это было именно базой всей этой истории, всего этого мода. Слева у нас трак Стапчик. Интересно сделан. Целый конвой у нас прёт с Канады. Видимо, в США пацаны едут. Блин, ну это круто. Вот сам факт того, что в мультиплеере ты можешь в Американ Траке поехать в Канаду. Офигеть. Ты можешь побывать везде. Ты можешь побывать в Нью-Мексико, в Колорадо, в скором будущем в Вайоминге. Больше чем уверенно с вами поедем. Там уже и не за горами будет Монтана. Я думаю, к концу 2021 года Канада всё-таки подойдёт к границам с Монтаной туда, в ту сторону. Это было бы классно. Так, ну тут бы нам, конечно, взять вправо. По-хорошему нам бы здесь взять вправо и потихонечку начинать оттормаживаться. Так, EXIT 177. Сходим. Здесь где-то могут быть ещё и велосипедисты, поэтому очень аккуратно надо ехать. Отлично. Давайте-ка мы нам до 60 миль приберём. Freeway ends. Freeway закончим. То есть, по сути, у нас сейчас начинается highway. Так или иначе, который будет заходить в города, на нём могут быть светофоры и прочее. Freeway – это вот именно вот то, что почему мы с вами ехали до этого. Где просто едешь, едешь, едешь и едешь. И ничего подобного не встречаешь. Вот сейчас чем-то смахивает даже на Евротрак. Вот серьёзно. Прямо что-то такое похоже. Из Норвегии откуда-то, наверное. Из Скандинавии. Динавии. Оттуда прям вот. Вот прям оттуда. Ой-ой-ой, как тухнем в горку. По всей видимости, идём. Да, в гору тянем, пацаны. Идём в гору. Вот не ощущается это никак. Вообще, ровным счётом, никак это глазами не ощущается. До тех пор, пока ты не видишь то, что у тебя скорость. Казалось бы, на ровном месте начинает падать. Когда-то главная проблема, что Евротрака, что Американтрака. Пока ты перед собой просто стену вверх не увидишь, ты не поймёшь то, что ты едешь в гору. Ну, либо на знаки пока не посмотришь. Одно из двух. Слева у нас смотровая площадка. Туда можно было завернуть, но ниже в этом абсолютно никакой нужды. Так, у нас сужение полосы. Я очень надеюсь то, что коллега нас пропустит. Спасибо тебе огромное, брат. Спасибо. Так, у нас что-то типа перевала впереди. Чё-то он остановился. Походу я его подбил, что ли, или чё ли, не знаю. Он просто резко что-то так неожиданно встал. Я аж немножечко испугался. Ну ладно, его проблемы. Так, подтормаживаем. 50 км в час скорость у нас здесь. Аккуратно. Смотрим в зеркало. Прям по линии тащим. Блин, немножко непривычно по таким узким местам. Просто встречка пойдёт. Ему пошире надо будет взять их. Она его мордя. Он сразу её расшибёт. Вот мой трейлер. Так, тут вправо. Берём. Отлично. И потихонечку забираемся. Кстати, что по весу? Что по весу? Мы 17,5 всего лишь груз взяли. То есть груз у нас прям очень такой лёгкий. Достаточно в районе 9 тонн. Порядка 9 тонн, да. В принципе, без проблем. Мы горки преодолеваем. Я думаю, если тут ехать с 20-кой и более, то могут быть проблемки. Очень даже серьёзно и нагоняет братишка сзади нас. Вот что мне не нравится в этой каскаде, этот огромный навигатор. Может быть даже и хорошо, что он такой большой. Но, блин, качество просто ублюдское на нём. Потому что привык уже смотреть на маленькие вот эти навигаторы, где небольшой размерчик экрана. И, в принципе, как бы там вся вот эта графика, она смотрится нормальной. Здесь он просто огромный вот этот планшет, на котором всё бьётся в пиксели, на котором это всё некрасиво абсолютно выглядит. Прям фу-фу-фу-фу-фу. Вот прям реально фу-фу-фу-фу. Хоть и добавили возможность установки навигатора сейчас на лобовое стекло, то есть это либо смартфон, либо уже привычный нам навигатор из ЕТС. Но этот-то никак не отключить. Я, допустим, хочу, чтобы у меня был точно такой же салон. Я хочу, чтобы у меня были вот эти вот датчики, которые тут справа в панели стоят. Но навигатор у меня, допустим, этот был выключен. Он мне как бы не нужен, чтобы работал чисто тот, который я поставлю. Нельзя такое сделать. То есть вот, опять же, косячок такой неприятный весьма. Я бы вот очень хотел, чтобы у меня были вот эти дополнительные три датчика. Ну вот просто хочу. Я не хочу, чтобы там было пусто. Я просто хочу, чтобы были датчики. Ну, такое вряд ли, конечно, сделаю, чтобы можно было его вырвать оттуда на официальном уровне. Это всю историю. Здесь у нас стояночка. Что это за значок такой был интересный? Что-то я даже и не понял, что это такое. Ха-ха. Интересно. Напишите, пациенты, в комментариях, что это за значок такой. Я что-то мимо как-то вообще пролетел и даже не обратил внимания. Но никаких у меня уведомлений о том, что там где-то надо что-то взвеситься, где-то за что-то надо заплатить. У меня ничего этого не было. Там прям бублик какой-то крутился. Впервые я такое увидел. Может, это типа как бы точка осмотра какая-то, типа вот этой камеры, которая там летает. Не знаю даже. Здесь распогодилось. Вот что я заметил. Можно даже, в принципе, ближний вырубить. Просто на габаритах ползти. Два часа дня уже. Попуток и встречек практически нет. Все, наверное, именно основная часть едут в Ванкувер. Именно в ту сторону все летят. И оттуда уже возвращаются. Ехать нам осталось с вами 18 миль. Ну, в принципе, неплохо, я считаю. Что там у нас получается? Ролик-то будет минут на 25, на 30, скорее всего. Но неплохо. Масштаб, в принципе, соблюден на дефолтный здесь. Это не как в Евротраке. Если, условно говоря, там в Германии из одного города дефолтный в другой едешь, там это можно проехать за 10 минут. А то же самое расстояние на промоции ты будешь проезжать практически 15-20 минут. Здесь вроде бы как все соблюдено. Но здесь и проще. Здесь пустые места. Ты строишь и строишь. Как бы тебе наплевать вообще. Ты можешь сам свой масштаб здесь, грубо говоря, изобрести. А там все равно как-то надо вклиниваться, как-то надо вписываться. А здесь все пустое вокруг. Иди куда хочешь, строй что хочешь. Вообще без проблем. В этом плане разработчикам даже проще работать. Им не нужно что-то переработать, там как-то вместиться в формат. У них есть вот четкие рамки того, как штат сделан изначально. Природой назовем это так. Как его раньше поделили предки, как говорится. Ну и все. Они в эти рамки вписываются и без каких-либо проблем все у них получается. Так, про... Нет, ребят, я даже читать не буду. Вы меня извините. Но вот в этот вот город, Принстон, наверное, как-то так он читается. Мы с вами приехали. Занимаем левый ряд. Нам, кстати, с вами на дналь спилочку будет заехать. То есть это нам аж на самый, видимо, север и на самый край города. Включаем левый поворот. Светофоров никаких нет. За это лайк. Потому что, по-любому, если бы это было на дефолтной территории, здесь бы разрабы влупили абсолютно нахрен ненужный светофор. Который вообще бы просто застопорил все движение. И было бы все плохо. А здесь, в принципе, оно и нахрен не надо. Правый поворот. С выходом навстречку. Отлично, прям по бровке прошлись. Все, и валим на лесопилку. Мост из Вашингтон ДЛС. Я помню, там такие были. В Орегоне даже, по-моему, такие мосты есть. Давай, 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 давай. Каскадия родная, давай. Газ в полу, чтобы вы понимали, практически продавлен. Давай, на седьмую. Молодец. Текс тут направо. Я думаю, мы с вами через стречку даже зайдем. Так просто будет удобнее. Чтобы сразу уже прицелиться в нашу полосу. Блин, так непривычно. Смотришь на привычный уже, так скажем, дизайн знаков из Америки. Какие 60 миль? Такой смотришь. Вы что, ку-ку что ли? Какие здесь 60 миль ехать? А там написано 60 километров в час. Такой типа, чё, вы чё вообще что ли? Так, тут направо. Через стречку опять же. Тут нам можно так поступать. Аккуратненько поворачиваем. Кстати, по зеркалам, ребят. Я бомбил. Помните, что в обзоре, что в первом рейсе, что, мол, нету каскаде зеркал крашных в цвет кузова. Касту, сука, реально нет. Я зашёл потом в конфигуратор. Я когда первый самый раз, когда только каскаде анонсировали, залетел туда, посмотрел. Думаю, ну-ка, дай-ка я гляну вообще, чё там такое. Как там, как, зачем, почему. И чё-то зеркала как-то я вообще пропустил. Реально, просто вот вообще пропустил. Я даже внимания на них не обратил. А тут такой, думаю, дай-ка я зайду, посмотрю. Захожу, и реально, короче, зеркала только в двух вариантах представлены. Это либо пластик, либо хром. Почему крашеные не делают, я вообще понять не могу. То есть как-то странно. С точки зрения, как бы, производителя. Ну, может быть, они как бы, типа, вот, пластик это просто. Хром по-любому возьмут, потому что это выглядит дорого. Наверное, этой логикой они руководствуются. Друзья, ну а мы с вами приехали. Нет, поезда ездят, поэтому останемся мы с вами в кабине. Не будем пока на улицу вылазить. Аварийку просто включим, чтобы ребятам сзади было понятно то, что мы отдыхаем. Мне понравилось. Мне реально понравилось. Мы проделали с вами там путь 200 с лишним миль. По вот этой замечательной, очень даже на самом деле живописной дорожке, я бы так сказал. Есть нам еще куда стремиться. Есть нам еще куда с вами ездить. Но пишите в комментариях, куда бы вы хотели меня отправить в дальнейшем. Вот, смотрите, их прям куча вот этих вот точек. Что это такое? Может быть, это СТОшки типа какие-то или что это? Подожди, давай посмотрим. Но здесь обозначения этого я не вижу. То есть, это прям какие-то реально вот уже, которые с промоцом добавляются штуки. Но это реально очень сильно похоже на СТОшки какие-то. Прям смотри, там тормоза какие-то нарисованы. Или типа тормоза там остужают. Короче, я не знаю, ребят. Надо будет туда съездить посмотреть, кто был уже на этих точках. Напишите в комментах, что это такое. И в следующем видосе мы уже проверим на самом деле, что это за фишка такая. И да, ребят, пишите в комментариях, куда бы вы хотели меня отправить следующим рейсом. Ну, если честно, поехал бы на север. Тут особо выбора-то нет. Взять правее и поехать куда-нибудь на север. Например, в Салмон АРМ. Наверное, так правильно это читается. Но на этом, ребята, все. Спасибо вам всем огромное за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, оно вам понравилось. И вообще сам факт того, что промоц Канады наконец-таки релизнулся. И можно на нем, на этом моде и с этим модом поехать. Уже в мультиплеере. Все необходимые, ребят, ссылки я оставлю в описании. Все это бесплатно. Все это бесплатно скачивается. Устанавливается просто в папку mods. Никаких там гайдов и прочего не нужно. Просто скачиваете в папку mods. Кидаете, заходите в мультиплеер и играете. Проблем нет никаких. Все, друзья. Лайк, подписка, комментарий. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok